Главная подготовка к праздникам. В последнем году штаб по комплексному развитию региона провел первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. Губернатор Сергей Морозов находится на самоизоляции из-за коронавируса. Первый вице-премьер отметил, что в настоящее время готовится указ главы области о прохождении новогодних праздников. В соответствии с проектом нового указа, еще раз правительство Ульяновской области, совместно с администрациями муниципальных образований необходимо будет обеспечить соблюдение всех ранее введенных ограничительных мер, уделить особое внимание усилению контроля за работой общественного, городского транспорта, пригородного, организации торговли и организации, которые предоставляют услуги населению. В части соблюдения масочного режима, использования санитайзеров и проведения дезинфицирующих мероприятий. Но началось совещание с вопроса очистки дорог и дворов от последствий прошедшего выходные снегопада. На трассу области вышло 350 единиц спецтехники. В Ульяновске расчищает дворы и дороги 161 машина. Мы обеспечили полностью на территории города проезд по основным нашим дорогам, по пригородной зоне. И в течение ночи отрабатывали частный сектор, отрабатывали дворовые территории. Во дворах коммунальщики столкнулись с проблемой брошенного транспорта. Для его уборки обращались к старшим по домам. Тем не менее, 80% дворов приведено в порядок. Сейчас стоит задача по уборке сугроба с обочин дорог, вывозу снега и расчистке дорог в частном секторе. На сегодняшний день большинство пожарных гидрантов не очищено из общего количества. Поэтому обращаю ваше внимание, что эту работу надо сделать в первую очередь. Андрей Тюрин поручил полностью ликвидировать все негативные последствия снегопада до Нового года. В ближайшие дни сильных осадков не ожидается. В период праздников пригородный транспорт будет работать в специальном режиме. 31 декабря и 6 января выйдут дополнительные автобусы. В первой половине 1-7 января количество рейсов наоборот снизится. В остальные дни пригородный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Общественный транспорт города Ульяновска 31 декабря и 6 января в дневное время будет работать в умеренно усиленном режиме. И 1-7 января до 12 часов в сокращенном режиме. А в остальные праздничные дни в режиме выходного дня. Все праздничные мероприятия 31 числа будут завершены в 22.00. Поэтому каких-либо дополнительных транспортных средств для массовой вывозки людей с площади и с центра нам организовывать необходимости нет. Во время школьных каникул не рекомендованы организованные выезды учащихся. Для них не подходят ни погодные условия, ни эпидемиологическая ситуация. Однако каникулы все равно будут насыщенными. Всего в период каникул планируется свыше 7 тысяч мероприятий. Охват детей более 123 тысяч участников. Мероприятие проводится как в очном, так и заочном режиме. В случае офлайна количество детей в группе не должно превышать 8 человек. В ежедневном режиме будет контролироваться рынок продовольственных товаров. Под наблюдением цены и обеспеченность провизии населенных пунктов. С 2021 года повышаются минимальные цены на игристое вино и крепкую алкогольную продукцию. Для чего я это говорю? Говорю для того, что нарушение минимальных цен фиксирует РАР. И у нас в программе это все видно. Это образует состав административного правонарушения. И кроме этого, занижение регулируемых государством цен на алкогольную продукцию является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции вовне судебном порядке. Без выходных трудятся медики. Учреждения здравоохранения 1-7 января будут работать с 9 утра до 5 вечера. На новогодних праздниках продолжится вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время уже привито 700 человек. Но есть уже несколько случаев отказа от вторичной вакцинации. Это не прихоть. Это вы не хотите болеть. И в то же время продолжаете говорить, что вы не хотите вакцинироваться. Но это ваше право. Только с вашего согласия мы имеем право делать вакцинацию. Поэтому еще раз напоминаю, что вакцина сейчас есть. И особенно первые та категория людей, которые мы должны привить, я надеюсь, что они подойдут к этому только с положительной стороны. В ближайшее время в область поступает 1100 комплектов вакцин. Еще один привоз будет на Новый год. Всего таким образом в регионе будет 3900 доз прививки. Сейчас она распределяется по учреждениям. Егор Титов, Артем Куранов. Новость Тюлл. Правда ТВ.